Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 814. События дня. Псалом 33, 19. Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духам спасет за 7 марта 2018 года. Притча 22, 10. Прогони кощунника и удалится раздор, и прекратятся ссора и брань. То есть выход только один. Это Соломон знал. И когда там у него возникали кто-то, он долго не разговаривал. Одно предупреждение, а второе голову снимал с них. Соломон мирный. Потому что это переводится на русский язык. И он установил мир. Голову эти снял, и все, кончилось. Иисус Новин, 11, 20. Ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце свое, и войною встречали Израиля. Для того, чтобы преданы были заклятию, и чтобы не было им помилования. Но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею. Вот бывает сейчас человек где-то восстает против устава, против всего. И Господь это допустил, чтобы оправдание было тем, которые дальше будут уже молиться об истреблении с этого места нечестивца. Это всегда было так. И вот теперь говорят, а за что Господь так прогневался на этот народ, там, Моисеяне. А вот за то, когда шли они, отставали некоторые люди, там, женщины с ребенком, они стреляли из-за кустов и убивали их. Убивали на поражение. Это никогда не простится. Вот тут ролик такой вот, посмотрите, который, желательно посмотреть наш ролик. Юрий Л. Дорогой Инат Тихонович, мир вам и благодати Божией. То есть я скрываю их, потому что эти нечестивцы, там, СД, они везде лезут. И как увидят фамилию, имя, они тут же по интернету его находят и начинают грязи залибать. Ну, кинулись на Марьясова, у них не получилось, он дал им отпор. И, главное, бросились, это кто, Дудин там, Дудит, священник из Кемеровской епархии, как совершенно одержимый, злобой, бесталантный абсолютно, болезненный. И кинулся на Юрия Соболева. А тот ему как ответил на все вопросы-то, ну, то, говорится, хвостом заюлил и в яму. Сгинул нечестивец. Хотел вас спросить, сколько будет стоить купить все ваши книги с посылкой во Львов? Заранее благодарю. Ну, ответ один, что это за границей, тут у нас другая цена, потому что русские рубли там не работают. В общем, весь 38 книг, это 750 евро, которые по курсу надо там перевести в доллары, оттуда здесь евро не выдают, а только доллары. Ну, и пересылка, такая пересылка, 31 килограмм, это две коробки и два пакета рядом. Это больше 200 долларов. Так что тут, ну, у них и деньги другие. Дальше. Дмитрий Б. Игнат Тихонович, деньги дошли на ваш адрес? Беспокоюсь, телереквизиты я указал. Я сейчас проверил по своей тут книге поступающего и как посылаем мы, нигде ничего не нашел. Игнатий Лапкин, когда, когда и сколько и от кого? И где фото квитка? Что заказывали в ваш адрес? Что заказывали в ваш адрес? Запятые, смотри. Евгений Трабко, держись от них подальше. Там яма безразмерная и превозношение нечеловеческое. Это я ему ответил о старообрядцах. Он знаком с ними. Ну, тут переписка наша была. Это ночью он написал сегодня. Он отвечает на это. Игнат Тихонович, я учту ваш совет держаться подальше. Спаси Христос. А то он такой мягкий характером-то. Я забеспокоился. Дмитрий Смирнов. Это не Дмитрий Смирнов, священник, а какое-то непонятное. О, горе мне! Чем же я так прогнил у Бога, что вы мне отказали? Видишь как? Я отказал ему. Отказал приехать, отказал о встрече. Я все понял. Знаю, что я недостоин, так как не раскаивался о своих грехах. И вы почувствовали это? То есть хорошая переписка была. Ну, никак я ему не могу разрешить. А почему? Не понимаю. Я ей ответил нет. Буду молиться и просить у Бога раскаяния со слезами. Больше вас не беспокою. Простите меня. Видите, какие вот как? Он на исповеди такое не говорил. Я-то и все равно не верю. А другой начинает говорить, а почему я так? Ну, я должен узнать, кто такой. И тот только познакомится. Больше ничего. Ни на поселение, ни на пребывание. А здесь уже будет видно. Вот как образец, как у нас получилось, Михаил Кальмаев. Вот он приезжал. Сначала позвонили, я ему отказал. Потом он еще прочитал книги. А потом и принял крещение, и один из самых близких людей сделался. Владимир Иванов. Дорогой Игнатий Тихонович, простите меня. Простите, что назвал вас стукачом, когда вы обратились в полицию по поводу романа. Все будет, как Господь повелит. То есть с романом дело закончилось, уже все. Можно не писать. Везде и всегда за вас заступаюсь, зная, что вы добрый и справедливый человек. Вот схлестнулся с ВК. ВК, что такое? ВКонтакте. А, ВКонтакте, да. И за вас монахом из греко-православной церкви. Иеромонах Антоний Шляхов. Точно подлец из подлецов. Ну, он больной, там, из дурдома сбежал, наверное. Такой, такой, вид, и как он говорит, и нарывается. Ну, ничего нельзя ему ответить, а только двери запереть от него и... Простите меня, Игнат Тихонович, великодушно. И верните, пожалуйста, меня, ваши подписчики, в скайп. Бог есть любовь. Простите меня, Господу нашему слава. Никакого Майдана, я русский. Обнимаю вас, Игнат Тихонович. Вы истинный старец. С глубоким уважением, раб Божий Владимир. Но никак не выходит по скайпу побеседовать. У меня был такой местный настоятель, Войтович Николай Павлович. Натравлил. Ну, а кого? Старушки в основном-то. Ну, они же тоже маленько что-то соображают. А мы, как я возвращаюсь после лета, к осени-то, и пошли по бабкам. Кому-то печь сделать, кому-то дрова испилить, сколоть их. Ну, и они-то маленько слышат разговоры-то между собой-то. Я выхожу, тут главный вход, они падают на колени у меня, хватаются за ноги, плащут. Простите, да мне отец Николай на вас говорил, там, теперь ничего вветут. Видимо, где-то они в воскресенье бабки собираются. Да только делов-то, говорит, а наплевать да забыть. Что у тебя, какая нужда? Да валенки развалились, починить. А я валенки починяю, пилы тащу. Ну, что можно было, в Барнауле живем-то. Вот и все. Отца Николая давно нету, а мы живем, как наш отец говорил на врагов. Говорит, они, говорит, подохли, а я живу. Дальше. Что там, мама, да? Да. Да, какая-то худш. Я вышла благодаря Игнатию Тихоновичу Лапкину, и уже больше полгода благодарю Господа и радуюсь, что вернулась в православие. Вышла из сектантов. Спаси Христос. Видишь как, вернулась в православие, вот даже выделю где-то. Ну, кто знает это, что перед Богом все. Вот вчера интересный рассказ был, послушай внимательно, не наклоняться вниз с больными глазами, это вы что делаете? Операцию сделали, у меня один знакомый был. И ему сказали, не наклоняться вниз. А жена принесла в тумбочку, положила, он как-то встал с постели, там полез и наклонился, и сразу глаз лопнул и вытек, все. А с одним глазом. Ну, нельзя так вот, все делайте по-своему, я хочу, удобно, удобно женщине штаны надевать. Ну, и что дальше-то, за этим-то глядишь, что, непокоривость, никакой красоты нету дальше. Это я из статьи уберу одну, она мне понравилась, я взял ее из интернета. Ледяной мальчик согрелся и заработал 3 миллиона юаней. Ну, можно догадаться, мальчик согрелся и 3 миллиона. Да я, по-моему, сейчас замерзну и скажу, я согрелся, дайте мне 3 миллиона. А это больше, чем, там, может быть, 750 тысяч евро этих, долларов. Восьмилетнего школьника из Китая, который прославился, преодолев 5 километров по морозу ради сдачи экзамена в школе, пригласили в Пекин, где мальчик впервые в жизни увидел, что в домах бывает тепло. Вообще, как у Васи, вот здесь, в комнате температура такая с бабкой мать бросила. А его 7 лет. Прославился по морозу ради сдачи экзамена, а всего 8 лет. Какие экзамены? Это у нас раньше тоже рано были экзамены. Вот он все, смотри какой. Это уже ему шапку дали. Какой он, видите, я думаю, Господь как сделал. Нация отличается. Глаза, щелочка не так маленькая. И все по-другому. И форма лица, и все. И друг друга будете отличать. Дальше. Несколько дней назад Ридус написал про историю, которая поразила миллионы людей по всему миру. Китайский мальчишка прошагал 5 километров по морозу. В легкой одежде и без шапки ради того, чтобы сдать экзамены в школе. От такой прогулки брови и ресницы мальчика покрылись инеем. Волосы буквально превратились в ледяные сосульки. А щеки горели огнем. Фотографию отчаянного паренька сделал его учитель и опубликовал в соцсетях. Вот что интересно, значит, он взял его, снял, как он идет, и на голове у него сосульки торчат. Ну или где спать. На следующий день маленький герой проснулся знаменитым. А он и знать ничего не знал. И смотри, из-за этого сейчас какое тепло пойдет. Юного школьника прозвали... Айсбой. Айсбой. Ледяной мальчик. О его мужестве и упорстве написали сотни СМИ по всему миру. Сотни средств массовой информации на разных языках. А тысячи людей перепостили эту историю на своих страницах в соцсетях. Вот скопировали, у себя поместили. Так новость дошла и до правительства. Вот что интересно. И Министерство внутренних дел Китая пригласило третьеклассника в Пекин, где он впервые в жизни согрелся. Вот он. Его уже внутреннее дело, ну милиция их, полиция. И он тоже научили, да руку так поднимает, ну свой. Он первый раз выезжал. Журналисты, Шангенщикам, выяснили, что парня зовут. Ван Шуман. Ван, это Иван. Ему 8 лет. Он учится в третьем классе и живет в крошечной медной деревне Сюньцзе с бабушкой и сестрой на севере Китая. Вот так. Значит, в третьем классе. Подтуда получается, что он пошел в школу пятилетнего возраста. Не в 7 лет. Учится Ван в школе, которая находится за 5 километров от его дома. И он каждый день ходит на учебу. Считая, что только образование поможет ему выбраться из нищеты. Семья паренька живет очень бедно. За мальчиком и его старшей сестрой присматривает бабушка, у которой не хватает сил вести хозяйство. Мать давно бросила детей. Отец рабочий мигрант. Приезжает домой раз в год. Печка в доме плохо греет. Дрова стоят дорого. Старый дом продувается насквозь. У детей нет теплой одежды и они постоянно мерзнут. Что, все? Нет, не все. Картинка. Вот он с сестрой старшей стоит. И она такая же. Драные какие-то штанишки на ней. Но у них бога-то, они никакого нету. Ни Аллаха никому не верят. Вот он стоит, ничего особенного нету. Но главное 5 километров туда и сюда. Кроме того, выяснилось, что у Вана Фумана хроническая гипотермия. Катастрофическая нехватка тепла, вызванная постоянным холодом. От этого его руки опухают, пальцы не слушаются. Мальчишка не может согреться с самого своего рождения. В школе, где он учится, также нет отопления из-за недостатка финансирования. Дети сидят в кабинетах в верхней одежде. Вот пальцы показывает, какие смотрения у него. Надутые руки какие. Это специально сфотографировали, показать. Да еще и учатся. Вот они, руки его. Вот этот Ван. В Пекине ледяного мальчика одели в новые теплые вещи. Провели экскурсию по городу. С ним пообщались чиновники. А многочисленные журналисты взяли у него интервью. Школьник впервые в жизни полетал на самолете и поездил на современном поезде. Но больше всего 8-летнего Вана поразило то, что люди в помещениях снимают верхнюю одежду. У меня дома очень холодно, а в Пекине так тепло. Мы ночью жжем уголь, чтобы согреться, и спим в куртках. А здесь я могу ходить в одной тонкой рубашке и не мерзнуть. Я впервые в жизни такое вижу. Это называется отопление. И это действительно чудо. Мальчика, покорившего мир своим мужеством, принимали в столице КНР как дорогого гостя. Бойцы пекинского спецназа покатали его на полицейской машине и дали ему поводить полицейский скутер. Ван пострелял в тире и примерил настоящую форму блюстителя закона. Также Ван попробовал свои силы в альпинизме на скалодроме, где готовят элитное подразделение китайской полиции. И побывал на знаменитой площади Таньмень. Посмотрел на мазолей Мао Цзюна. Вот он сидит за мотоциклом. Шлем ему надели. Пацаненок-то где? Довольный такой. А вот по стене лазить как, держаться за что-то, руки как. Чтобы не бояться где-то ногами наступать скалолазы по стене. Вот. Показывает как руку держать правильно полицейский. И он руку придержит. Но самое удивительное, что благодаря своему мужественному характеру ледяной мальчик не только согрелся сам, но и сумел помочь обогреть всех детей своего района. Ничего себе. Люди, растроганные историей жизни восьмилетнего Ивана Фумана, организовали сбор средств. И за несколько дней собрали больше трех миллионов юаней, что составляет 26,5 миллионов рублей. 26,5. 26,5 миллионов рублей. Или 450 тысяч долларов. Собранные деньги пойдут на ремонт и оборудование системы отопления школы, в которую учатся ванн. А также на обеспечение теплом дома мальчика и жилищ других бедных семей, проживающих в провинции Юнь-Нань и в окрестностях. Закупку обогревателей и теплой одежды для детей. Спасибо вам всем большое за помощь и поддержку. Когда я вырасту, я со всеми расплачусь. Поблагодарил юный смелый школьник всех неравнодушных людей, передал привет друзьям, а еще выразил надежду на то, что его мама скоро вернется домой. Недавно в сети поражались лютым морозом на севере России. В Якутии температура опустилась до минус 65 градусов по Цельсию. Однако местные жители продолжают гулять по улицам, делать селфи и даже купаться на свежем воздухе. Особенно интернет-пользователи поразил снимок 24-летней Анастасии, 24-летней, на которой ее ресницы так сильно замерзли, что превратились в сосульки. Игнатий Лапкин, мир тебе, брат Виталий. Это я Виталию Кареникову пишу. Видеоролик об общине, полагаю, останется навсегда на первом месте по значимости. Я уже говорил тебе, что чтение моих стихов в твоем исполнении не нуждается в похвале. Тут твой талант открылся четко. Читаешь выразительно и с верой. Если мне, как автору, нравится это, то всякая иная похвала, пусть даже и более профессиональная, не даст большого понимания... Большего понимания. Большего понимания всей глубины, заложенной в этих стихах, в которых события библейской седины резко переходят в нынешнее время и конкретно к каждому читателю. А это и была цель главная в написании этих моих стихов. Уже говорил тебе, что если бы ты вот так же по определенной тематике стал составлять видеоролики на основании всех моих 3467 стихов проповедей в стихах, вставляя после каждого прочтения одного стиха несколько фото и маленькие выдержки и в видеороликах наших, и только наших, и так набирать примерно по 32 минуты на видеоролик, то это было бы сильно и принесло бы, несомненно, в пользу всем. Во время чтения каждого стиха можно показывать разные фото, которых у нас в моем мире 21 тысяча, а видеороликов 10 тысяч 100. Если спросишь, как это будет выглядеть, тогда отошлю тебе к 26 тому открытым оком, где я отвечаю на вопросы слушателей в университетах и порадил на каждый вопрос с шестью поэтами России, которые жили в течение прошедших 300 лет. 300 лет. 300 лет. И к каждому стихотворению вставляли эпиграф из Святой Библии и небольшой ответ по сути вопроса. По скайпу посылаю отрывом из 26 тома. К нему примерься и можешь сам мне по скайпу задавать вопросы и потом это уже вставлять под теми стихов, как понравится тебе. Том 26 открытым оком вопросы и ответы по стихам. 300 поэтов. 300 поэтов. Ты склоняйся, цифры-то не можешь. Не 300 поэтов считать, по стихам, поэтов, нет поэтов, еще нету, 300. Виталий Калиников Стихи библейские, духовные, поэтому даются и в понимании, и в исполнении непросто. К каждому стихотворению подхожу постепенно, изучив и проработав по определенной тематике материал, видео, тексты, фото и так далее. А так наскоком, нахрапом не смогу, да и не буду даже пытаться. Глупо, мягко говоря. Спаси Христос, Инать Тихонович, за молитвенную и моральную поддержку. Мне иногда страшно становится, когда осознаешь, что ваше стихотворение помазано Духом Святым. Понимаете, какое выражение дает? Он начинает понимать, что это не просто стихий, набор какой считает, а помазанный Духом Святым. Какое выражение дает? Роман Половиков. Инать Тихонович, посмотрите, мы сняли клип на мою песню. Что скажете? Вот такой, он там, рэп. Рэп это такое. Ну, что, я ему отвечаю. Инать Тихонович, Инать Тихонович, Инать Тихонович, мне известна реакция поэтов и писателей на рецензию непохвальную. Внезапно наживая почти всегдашнего врага в том, кто и не думал раньше враждовать против меня. Попробуй только тронет, они так бледут себя. На меня нападают, стихотворения и такие, это мне не касается. Роман, во славу Божию. Дальше. Игнатий Лапкин. Когда услышал первый раз тяжелый металл, а потом и рэп-барабанный от туиземцев, то понял сразу же, что это не только не от Бога, а круто ниже земли, как бы по ступеням катится блудная и разбитая душа. Никто и нигде ни в Святой Библии, ни в святых отцах никогда не пользовался ни этими барабанными словами без эмоций, ни музыкой в этом же стиле. «Когда мы покаянно просим умеющего власть помиловать нас, говорит Святой Иоанн Златоуст, то мы и положение тела, и голосом, и слезами показываем сокрушение духа. Тут же нет ничего этого, но как будто с неба катятся преисподние падшие демоны. И лично мне еще ни разу за все 55 лет миссионерской деятельности по всему миру не встретилось ни одного человека, который мог бы истинно истинно покаяться, возродиться, получить рождение свыше и жить под водительством Духа Святого от этой дребедени. Не ради кощунства над святым, а просто для сравнения вообразите, чтобы этим голосом, этим барабанным голосом дикарей заряжен был Серафим Саровский, Святой Серафим Саровский. И какие тысячи могли бы от него спастись? Не божественное это дело, а прямо противоположное, дьявольское. Третье царство, 19, 11. И сказал, «Выйди и стань на горе перед лицом Господним, и вот Господь пройдет и большой, и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом, но не в ветре, Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь. После огня в вене тихого ветра. Деяние 2.36. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог садил Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья? Игнатий Лапкин. Ты теперь обобщенный разговор зашел, а я отвечаю на это. Тема-то закончена. Все. И он еще раз поблагодарил. Я не ожидал этого. Ну, обычно старались, там, бежит к человек, подбегает к храму, падает, ну, сказали, как ноги одни сначала, но не видят, как. Одни ноги фотографируют. Переселиться на землю, жить своим хозяйством, это еще не община. Община от слова «общая». А что общее? Может быть, работать всем по возможности и получать по потребности? И если не согласен кто, то 90% столкнуть в яму, а 10% украсит земной коммунистический рай по сумасброду Ульянову отнюдь. Общины есть и у дикарей, и даже много чаще, чем бы то ни было. Свои тейпы, звериные братства, ложи, прайды, табуны, стаи, атары, гурты. 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 Сволочься в одном месте, богатом по природным условиям, отсюда и производное слово «сволочь». У христиан же, говорил о православных, есть главное объединяющее Христос и его святая православная церковь. Весьма желательно, чтобы был священник. Епископ вряд ли будет в малом обществе. Но вот человек переселился, переехал пусть из дальнего зарубежья даже, построил дом, завел хозяйство, детей и все необходимое, чтобы не зависеть ни от кого. И это хорошо. А вот теперь из него вылезла сумасшедшая самость, высокоумие. Стал рвать устав, под которым подписался хранить его. Ходит едва ли даже один раз в неделю в храм. На занятия по изучению Святой Библии, кто бы их ни вел, не ходит и сам не будет вести. На общие работы, какие бы они ни были, не ходит. Никакие решения собрания общины, на которые тоже не ходит, не будет выполнять. К себе в дом принимают лютых врагов общины. И где бы с кем ни встретился, он клепает всякие злостные измышления против общины и ее руководителей. Итак, процесс уже завершился. И где же этот поселенец? Член ли он у общины? Десятину, конечно же, не платит и в кассу деревенскую ни рубля не положит на нужды приезжающих новых поселенцев. И тому же учит своих детей. Его нет в общих молитвах. И нужды общины это не его нужны. И он всем подобным пренебрегает. Он ни на крещение в июле нигде не появляется. Так где же он? Вот такой приехал, все построился. И такой живет по Теряевке. Виталий Калинников. Печально, но таких трагедий было много, насколько я знаю. Евгений Трабко. Существующие православные храмы преобразовать под общины практически невозможно. Потому что это означало бы разрушить все установившиеся порядки, торговлю и прочее антиевангельского и строить все заново. Роман Фроликов. Это означает, что благовествовать надо всем, везде и всем. А одни предают... Ты слово всегда пропустил. Надо всегда, везде и всем. А одни предают, других находишь. Евгений Трабко. Игнат Тихонович, Ваше духовное чадо всем нам известный отец Геннадий Фаст. Смог ли он создать общинную жизнь, общину, в своем храме МП? Мало что известно, как у него проходит богослужение. Какой порядок у него в храме. Благовествование это первая ступень. Закладка фундамента. А далее надо строить дом. И как говорит Игнат Тихонович, нужны тысячи талантов. Напрягись и молись крепше. Игнатий Лапкин. Узнаю лишь чуть из интернета. Когда у них в Венесейске был Антоний, архиепископ, то совсем незначительное отец Геннадий помыслил сделать на большую пользу на большую пользу всей церкви. Тот тут же его смял. Ступился тогда и отец Андрей Кураев и другие. За штат ушел батюшка. А теперь он в Абакане, Хакасия. Нигде и ничего никто не смог в этой организации сделать по общинному устроению, кроме двух-трех частично в малом. Свои тут же лютые Волги пожирают все. Извратили все семь тайнц до неузнаваемости. Но почему бы не крестить по уставу с троекратным полным погружением? Крестят иные и в полное погружение, если не был помоченным. Если же моченый, то как при начертании зверя не продать, не купить? Почему? Потому что тут перекрещивание. А у нас и в Симове вере сказано, что воедино крещение. Ему отвечают. Да кедина, вот они и не было. Ответ. Как не было. А экономия, послабление, Слава Иисусу Христу! Разрешает менять каноны, чтобы кого не оттолкнуть от церкви. Тоже мне придумали каноны, каноны. Да кому они нужны? А то попы так отвечают. Поясню, что это слова святого Иоанна Златоуста. Кавычки открыты. Для того, чтобы обратить душу грешника ко Христу, приобрести ее нужны тысячи талантов. А чтобы окрестить, не нужно ни одного таланта. Достаточно быть рукоположенным законно и неотлученным за грех. Фроликов. Аминь, Игнат Тихонович. Получается, чтобы благорестовать, надо иметь тысячу талантов. А потом уже, чтобы крестить, таланты не нужны. А благорестовать надо всем, всегда и повсеместно. То есть, благорестовать надо и в созданной общине. Потому что людям свойственно забывать, поэтому свойственно ошибаться. Это знают даже безбожники. И в общине Игната Тихоновича тоже постоянно идет благорестование. Когда человек благорестует другим, тогда он напоминает себе и сам меньше ошибается. Для благорестования себе и другим надо иметь тысячу талантов. Валентина Сортисон. Мир вам. У меня, кроме дочери Екатерины, которая тоже принимала полное погружение в потеряевки, есть еще одна дочь Татьяна. Игнать Тихонович знаком с ней и тоже с ней беседовал. Так вот, на протяжении десяти лет я долблю ей о том, что она некрещенная и предоставляла материалы о крещении Игнатия Тихоновича. 136 свидетелей я представляю, святых отцов, каноны. Она не принимает. Она регулярно посещает церковь, исповедуется и причащается часто. Ей авторитетные батюшки такие, как отец Олег Синяев, отец Дмитрий Смирнов и другие, внушают обратное. Вот тебе и все. И она ни в какую со мной не соглашается. И такие, как она, большинство. Вот насколько прочно сидит у нас эта священническая отрава. Не на учение, а отрава. Абсолютно правильно. Мне остается лишь молиться и уповать на волю Господа. Господа, дальше. Евгений Тропко. Игнать Тихонович, каково отношение МП к старообрядческому священству? Принимают ли они его? Я имею ввиду митрополита Корнилия и патриарха Александра Древнеправославия. Мировое православие все больше уходит в омерщение. И греки, и МП все у них одинаково. Игнатий Лапкин. Относительно признания доказательств на сегодня не имею. Они его уже столько раз меняли на разных условиях. Уровнях. Уровнях, да, точно. А то, что все толки чечения старообрядцев и беспоповцев признаются всеми за истинное, это однозначно. Там за 300 лет не было ни одного моченого имя. Но и нетерпимость же там на градусах. Что бы им ни показал, как, например, перевод синодальной Святой Библии, творение Святого Отца нашего Яна Златоуста и других, все у них им кажется испорченным этими проклятыми Никониянами. У старообрядцев всех рангов проповедь одна на все времена, и она не менялась никогда. Ты еретик, переходи к нам. Вот интересно как, ты еретик, но первое счет, они знают, что еретик, но раз не с ними, то еретик, а иначе ты бы был с нами. Выделяю. Ты еретик, переходи к нам. Все. Все. Старообрядчество это безразмерный полигон зарытых талантов, смертное поле с сухими костями. Пойди туда, значит, напрочь забросить даже крохотную мысль и о самом малом благовестии. За 300 лет они не породили ни одного миссионера, художника, музыканта. До сих пор держатся только одной буквой в написании имени Иисуса. Никониянский синодальный перевод не признает, а своего нет. Кому это выгодно? В деле проповеди глушители самой малой искорки оживления. Говорю это, зная их с детства и по сей день. Более свирепо общество не зная. Мусульмане по сравнению с ними дети, радующиеся маленькому ножичку. Нетерпимость и непримиримость. Круто замешан на лжи повсеместной. Приобретение только через смешанные браки. Нередко она выходит даже за индейца, осеменилась и тут же развелась. Так и ныне все чешется. Кавычки открытые. Кто читает Библию, тот сходит с ума. Кавычки закрытые. Это старообрядческая наработка. Как бей жидов, спасая Россию. Наработка русских с прошлых веков. Иконы только на металле и дереве. Любимые, самые популярные из всех святых это Максим Исповедник и Феодор Студит, у которых слово эритики сыплется с качевской скоростью. Недели две назад мне передали из Потеряевки, что старообрядцы решили какой-то форум устроить для молодых староверов в России и чтобы тему избрали. Тему избрали, тему. Да. Я прочитал. Мой племянник Иосиф Устинов и написал им, что предлагает тему о рождении свыше. Его сразу же выбросили, как еретика из сектанта. Та тема для них ругательная. Одна из старообрядок молодых и говорит моей сестре Валентине Тихоновне. Я Актиги Игнатия не люблю, потому что он все ссылается на Библию, а я ее не люблю. Настоящая старообрядка. Одна из них моей сестре сказала, что имя Иегова, она всегда считала, что это имя врага Божия. Иегова. Владимир Харин, мир вам видел сильно. Ну, это Виталий, которая составила об общине. Хотелось бы рассказать о себе тем попам и лжеобличителям Лапкина. Вам до Игнатия, как до Луны. Пример православия это жизнь Игнатия и всех, кто рядом с ним. Я остался один с двумя детьми. Никогда даже никто даже не поинтересовался. Как ты? Слава Богу, нашел Игнатия. Уехал в деревню и все благодаря трудам Игнатия. Я знать не знаю. Там люди переезжают и где? Петрозаводск на границе. Кругом ложь Московской Патриархии. Страх за шкуру. Поп, что крестил мою дочку Азолин Николай, пытался основать общину у нас в Петрозаводске. Его попыть через власть имущих забрали за границу. Убрали. Убрали за границу. Нам же причины не объяснили. Оказывается, он поп девчей. Она родила ему сына при живой жене и дочке. Власть поменялась. Новый митрополит приглашает служить Азолина в храмах. Правда не правда, что там у него такая беда была, то он никогда уже не может быть. Сан снимается навсегда. Какие общины у этих беззаконников? Какие общины у этих беззаконников? Это же другое предложение. Конечно, они против канонов истины. Да это вслух надо рассказывать. Кругом обман и трусость. Мою фамилию не прячьте, я их не боюсь. Харин Владимир село Деревянное. Если бы он не сказал, то букву я только показал, потому что там разные сват, а Олег там как вепер лесной бросается и начинает терзать, поливать грязью. Против меня что не встречайся, не говори. Так Рустам. христианина это питательная среда, где можно и нужно развиваться в церкви Христовой. Или же кисть виноградная. А сейчас каждая ягодка отдельно рассыпана по всему земному шару среди изюма. Это в лучшем случае или вообще в блевоте не лежит. Евгений Тропко Игнает Тихонович, посмотрите список епископата Древней Православной Церкви. Он выслал там все там в списке числится епископ Яков Сионский и Западноевропейский. С этим епископом я познакомился в Иерусалиме на приходе Агафангела Пашковского. Он туда по случаю приходил. По почте переписывались. Русский языка он не знает. Общался с ним на иврите. Он с 24 лет в Израиле, а сегодня ему уже 83-84 года. Он из Англии, выходец из Англиканской церкви, потом ушел католиком и после перешел в православие. Игнатий Лапкин. К нам в Потеряевку и сюда неоднократно приезжал отец Андрей Марченко из древнеправославных. У него был близко знакомый священник из балаклинистской среды. И у него он на клиросе попел. Узнали и под запрет отца Андрея. У тех и других абсолютно неприятие друг друга, хотя и книги все, и обряды один к одному. Когда уже сотни лет, как белоклинистская существовала, то какая же нужда была снова образовывать такую же точно копию древнеправославных то потеря страха Божия и непримиримость в одной букве. Я все вчера печатал, отвечал, сколько писем, сколько у меня времени на это уходит-то. Так еще ролики присылают. Где-то вчера я больше пяти роликов только просмотрел, чтобы ответить, я должен был все познакомиться с ними. А то, что они провозгласили патриархом человека на несколько приходов, то это вообще весть неслыханная в православии. Одна наша алтайская епархия превысит все эти их древнеправославные приходы по числу прихожан и храмов несколько раз. Маршал при одном батальоне не бывает. Зашкаливающая честь славия. Хотя мы молимся и о метрополитике Амелии и об этом их патриархе Александре ежедневно. И тому и другому я подарил свои книги и согласились молиться друг о друге. Но те и другие намерто упертые в перстослужение. Они не признают за святых никого после реформы Никона. Так что уходящие туда должны совершить если не хулу на Духа Святого, то где-то рядом вычеркнуть из памяти и из списка святых Серафима Саровского, Игнатия Бринчанинова, Феофана Затворника, Иоанна Кроштадского, Шанхайского, Тобольского и всех прочих до единого. И как это нужно здравому человеку понимать? И в храмах всех патриархий по земному шару не заходить, как сугубый Иш-Шульхан-Аруха. Евгений Тропко, Игнатий Тихонович, мое знакомство с этим епископом было еще до моего крещения в монастыре Марии Магдалины. После крещения я не раз общался с моим архимандритом, который меня крестил в его келье за чашкой чая. Который крестил меня? Не за чашкой чая он крестил, а беседа шла. Он меня наставил держаться только канонического православия, в каком бы оно состоянии находилось на сегодняшний день. У неоканонических нет никакой борьбы с государством, так как если брать государство Израиль, то оно признает Иерусалимский патриархат как законную церковь в Израиле. И свидетельство о браке венчание принимает как действующий документ. Архимандрит мне и сказал, ты можешь ходить в русскую духовную миссию или грекам в Иерусалимский патриархат. Они имеют между друг с другом евхаристическое единство. Игнатий Лапкин Дорогой Евгений, вам дали хороший совет. Остаробрядцы всех мастей и разводов не имеют ни с кем во всей вселенной общения. Держись от них подальше. Там яма безразмерная и превозношение нечеловеческое. Наталья Усатая Мир вам отец Игнатий представить себе если будет такой в Европе вот так уничтожает труды святых отцов чтобы переехав в другие страны не размножали учения Христа. Ну а на ролик поставила и показано как книги там мусульмане тоже сжигают. В моем городе много арабов христиан и арамейцев. Они еще приехали сюда 20-30 лет назад когда были гонения на них общаясь с ними и мужем своим потому что они живые свидетели действительно всегда были раздоры среди мусульман и они детей своих выдавали замуж только за своих. Они хорошо знают что замуж за иноверцев нельзя. А в ютубе большинство людей говорят или от страха что жили они дружно что вижу сейчас не совсем дружно что самое удивительное дети христиан учатся здесь в школах несмотря что они красятся и одеваются не так но замуж выходит целомудрий и снимает дом и снимает дома районами как большая семья куда не поешь все друг друга знают ходят в гости на свадьбы друг другу помогают чего о русских не могу сказать вы могли бы подтвердить правильно ли в ролике зачитывать писание да правильно тут у этих христиан есть большой супермаркет все свои работают одни христиане а покупатели все мусульмане и русские и немцы они в основу имеют свое на дядю не очень работают ксения евангелия такие как раздают общины игнатия тихонща можно заказать совершенно бесплатно в сибирской благозвоннице в этой группе полная информация как можно сделать заказ ксения юрова да это повторяется вот наталья усатая отец игнатий я тоже пережил пережила тут в германии рождение если господом будет угодно когда приеду расскажу из германии хочет приехать крещение принимать а муж сириец и отпускает ее такое никогда не забуду благодаря этому дню я живу имея надежду что все господь устроит как ему угодно я радовалась и плакала также с вами мне очень жаль людей которые не знают и не понимают моя мама сказала что меня в детстве крестила полным погружением и это все больше ничего за свою жизнь я не слышала но я все равно имею сомнения поэтому я и приеду чтобы быть спокойным что действительно я погружена представьте весь германия одна детей сейчас куда-то надо растолкать оставить какая жажда у людей спаси христос вас и общину сохранит господь во свидетельство всем о евгений тропко брат виталий калинников мир тебе слушаю твой ролик об общине ты очень здорово зачитываешь стихи речь при зачитке стихов и биографии получается у тебя очень четкой заметь это я написал им а этот пишет ему независимо от меня мысль пробежала может там на досуге свободного времени для полезных дел мог бы зачитывать стихи Игнать Тихоновича в сопровождении такой музыки и фоново-экранного оформления подходящего сюжету стиха пусть будет тебе на твое усмотрение может в этом деле бог в тебя вложил свой талант дальше вчера получил письмо от Романа Малыша слушай Роман Малыш здравствуйте Игнать Тихонович решил написать вам прощальное письмо так как все обстоятельства складываются так что возможно мне придется покидать пределы Российской Федерации и скорее всего мы с вами уже не увидимся шансы остаться ничтожны за все благодарю Господа и принимаю как его волю вот я все вспоминаю когда Сталину доложили что Гитлер застрелился Сталин только сказал доигрался подлец Год и 4 месяца прожитых в Потеряевке прошли для меня не напрасно более того Господь меня многому научил в духовном плане за длительное время переписки с вами и обменом информации по ключевым вопросам веры очевидным стал тот факт к сожалению что мы находимся по разной стороны баррикад ну какие баррикады что это все выдумка ничего не было а нас он все знал знал книги были ролики а про него мы ничего не знали ни одного ролика про него не было ни одной книги ничего не было изменились то не мы тут то не надо баррикады кто их построил баррикады то какой сатана об этих вопросах об этих вопросах я вам писал и видел снял повторяться не буду ну все всякий бред собирал как говорят всю блевотину какая встречалась и славик там у него пророк и земляне неземной шар и дальше и нэнэн шестерки там бояться ну то есть бред духовные вопросы предстанут председом божием и тогда мы узнаем кто стоит в вести ну тогда узнаем тогда что знать тогда уже пойдешь куда как феофан затворник говорит хочешь не хочешь а пойдешь куда тебя демена потащат по бытовым вопросам же дела обстоят так первое пользуюсь электричеством из вашего дома регулярно рассчитываюсь квитанции об оплате храню второе баней пользуюсь производил замену трубы третье колодцем пользуюсь в качестве благодарности за эти блага отправил вам в Барнаул камаз с прицепом дров за то что братья помогали колоть со всеми рассчитался то есть я говорил мои дрова там забирать а эти братья кололи здесь дрова и погрузили ну и ладно у нас там свои дрова я думал туда зачем сюда да там проезжать трудно ну и ладно деньги за дрова мне не нужны это услуга за услугу разъясняю на будущее если по милости Божией мне суд даст время на распродажу своего имущества а это немалый срок понадобится о чем и ходатайствую в суде помню обещал вам что вы будете первым покупателем моего дома но дом не построен поэтому обещание аннулировано по финансовым вопросам и сделкам ни я вам ни вы мне ничего не должны а то я романа обобрали ничего не должны вот он с этим уезжает думаю вам все понятно если нет напишите уточним уважаю ваш возраст и прошу простить Христа ради если чем оскорбил вас по плоти словом делом ведением или неведением слава Христу 07.03.2018 вот только это вчера он прислал я на этом остановился так сколько 51 минута так ну и все на этом сейчас мы я попрошу тебя сходить со мной на голубятни заснять о голубях и как я здесь новую голубку буду выпускать надежда наша слушает маленько полегче ей все по врачам ездит вот и все